11 кандидатов подали документы для участия в выборах. Однако не всем претендентам удастся пройти регистрацию. Каким образом избирательная комиссия будет проверять достоверность каждой подписи и какие настроения царят на политической арене Приморского края, обсуждали в прямом эфире радио Леммы. Мы говорим о процессе выдвижения регистрации кандидатов на пост губернатора Приморского края. Напоминаю, что 16 декабря будут выборы, повторные выборы губернатора Приморского края. Мы пришли с Сережей к очень любопытному выводу, основанному на фактах, что Единая Россия поддерживает выдвижение левого кандидата Ищенко. И это, конечно, очень удивительно. Андрей Ищенко уведомил избирательную комиссию о своем участии в выборах в числе последних. И за 8 дней в торопях собирал подписи жителей и представителей муниципалитетов в рамках муниципального фильтра. Да, он сдал воскресенье и даже процесс сдачи превратил в настоящее шоу. Собрал какую-то небольшую, но в то же время группу сторонников, которая поддерживала его около Белого дома, где расположена и краевая избирательная комиссия. Это же правильно или нет? С точки зрения политики, то есть как действие такое, это абсолютно правильное. Он демонстрирует некую поддержку. Понятно, что там немногочисленная толпа была, но в то же время технологический прием абсолютно верный. Однако собрать более 7 тысяч подписей задача непростая. Даже учитывая известность Ищенко, приобретенную в ходе прошлых выборов, подписи избирателей сами по себе не появились бы. Для этого нужно иметь разветвленную сеть сборщиков и сторонников, которые обеспечат базовую инфраструктуру. Такую поддержку Ищенко могла бы оказать КПРФ, но партия отказалась выдвигать и поддерживать его. На мой взгляд, просто КПРФ мыслит в достаточно старой парадигме, что власть будет жестко противодействовать ей, при этом такими откровенно оценичными методами, как там не даст подписи или заблокирующихся. Не даст. А раньше давала? Раньше давала. То есть по факту КПРФ сама не в состоянии пройти муниципальный фильтр на выборах губернатора Приморского края. Не хватает собственных депутатов. Кто из кандидатов на пост губернатора пройдет? Процесс регистрации в Крайсберкоме после проверки подписных листов станет известно в ближайшие дни. Кожемяк проявляет, я пока, с достаточно хорошей стороны, качественный лоббист, как человек, который, в принципе, интересами региона готов бомбардировать федеральный центр и добиваться каких-то принципиальных решений, немыслимых ранее в рамках модели взаимоотношения регион-федеральный центр. Ну, там та же самая отмена ГЛОНАСС и все прочее. На мой взгляд, каким-то образом это влияет на настроение приморцев. В любом случае, предпочтение приморцев в доверии к программе того или иного кандидата проявят выборы, результатов которых не может предсказать ни один политолог Приморья. Одно ясно точно – в обществе назрела необходимость фундаментальных изменений, когда нет разрыва между декларациями и реальностью. Когда обещанные блага видны сегодня, а не в дальней перспективе. Такое под силу только управленцу нового формата. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.